В районе Чугуева, в Косовке, СПА, я так понимаю, планируется построить или восстановить помещение для создания хосписа. У вас планы, например, дочери Михаил Саенко, правозащитник. Зачем оно вам нужно? Что из этого будет? Пожалуйста, подробно. Добрый день вам, уважаемые присутствующие. Идея хосписа, в принципе, родилась не так давно. Но дело в том, что в Чугуевском районе, в поселке Эсхар, в свое время была большая больница, которая за последние пять лет пришла в полный упадок. Работники больницы были переведены в Чугуевскую центральную районную больницу. Часть из них была сокращена или уволена. Ну а на месте осталось здание, которое строилось еще в 50-х годах. Довольно-таки большое по своим объемам. И это инфекционное отделение, и отделение приемное. В то же время это и грязи, и водолечебница. Дело в том, что за последние пять лет, как я уже сказал, люди, которые не имеют своего дома, для них это стало убежищем, пристанищем. И потихонечку, но при этом довольно серьезными темпами разворовывалось. Разворовывалось до такой степени, что даже отковыривалась штукатурка и вынимались провода. Я, как человек, который родился в семье врачей, понимаю, что в настоящее время, да и в принципе в последние времена, как таковые медицинские учреждения сами по себе приходят в негодность. Я не говорю о каком-то крупномасштабном финансировании со стороны государства. Его практически не хватает даже на лекарства. И я поговорил со своими знакомыми, которым идея вложить денежные средства именно в Украину показалась очень даже неплохой. По одной простой причине. Место, которое сейчас занимает эта больница, расположено в удивительной по красоте географическом, так скажем, полушарии. Расстояние от реки Северский Донец порядка 100 метров, а от Соснового Бора порядка 300 метров. По большому счету, Исхар всегда был курортной здравницей Харьковской области. Но почему-то на него, да и как в принципе на всю культурную, так скажем, испадщину, не обращает внимания практически никто. Могу сказать одно, что люди, которые выделяют денежные средства, они приезжали, пришли, так скажем, от красоты местности и даже оценили, что не в каждой стране есть такие места. И, соответственно, решили финансировать. Это многомиллионный проект, который впоследствии даст не менее чем 50 рабочих мест, а для такого поселка, как Исхар, жителей которых порядка 6 тысяч, это я считаю довольно-таки серьезный шаг вперед. Почему? Потому что на территории Исхара есть только одна крупная артерия, которая наполняет бюджет поселка, это ТЭЦ-2. Больше, по большому счету, люди нигде не работают. И я скажу, что начинания, которые сейчас идут, а это довольно-таки уже приличные вливания, к сожалению, надо было бы показать, в каком состоянии это все находилось, но лучше я это все продемонстрирую, как это будет в последующем выглядеть в виде, так скажем, того же самого хосписа. Забегая вперед, скажу, что почему именно хоспис? Сейчас, к сожалению, государство не обращает внимания даже на работающих людей, а на людей, которые в возрасте и которые, к сожалению, уже по своим каким-то возрастным критериям не могут отвечать за себя, практически нет дела. То бишь, ну, ухода как такового за ними нет. А если говорить о людях, которые переселяются с зон боевых действий, так это вообще... И, конечно же, скажу, что рассчитываем не сколько я, сколько мои инвесторы, как на платные оказания услуг, так и бесплатные. Причем услуги будут оказывать квалифицированные работники-медики. Вот, в принципе, кратко то, что я хотел осветить по этому проекту. А это скорее дом престарелых или все-таки палеотивная помощь? Дело в том, что вряд ли это будет дом престарелых. Почему? Потому что в последующем планируется дальше расширять это все до реабилитационного центра. Как-то реабилитация с палеотивной помощью в 12 метрах. Я понимаю. Вы просто, Михаил, скажите о том, что площадь, ту, которую вы планируете освоить, она большая, и без лечебницы... Я скажу так, значит... Это несколько отделений, да? Да, это несколько отделений. Дело в том, что сама грязь и водолечебница по площади порядка 300 квадратных метров. А сам хоспис планируется 973 квадратных метра. То бишь, это будет и кухня сразу же, это же будет и приемное отделение, и сестринское. Ну, в общем, как говорится, на высшем уровне медицинское учреждение, но если хотите более детально, это частное будет. А реабилитационный центр, он отдельно для этого? Да, это отдельно стоящее здание. Я же говорю, это раньше была полностью больница. Ну, так как для ИСХАР это уже не есть актуально. Но я, в принципе, считаю, что актуальным сейчас, к сожалению, не являются те лечебные и здравоохранительные больницы, которые сейчас действуют, а которые уже не пришли в негодность, они тем более никому не нужны. Вот в чем вопрос. Какие процедуры будут проводиться, вот говорилось, что по грязелечебнице, возможно, еще какие-то интересные для реабилитации, для пожилых людей? Да, будут проводиться, конечно, в любом случае, по поводу грязелечебницы. К сожалению или к радости, есть только два места, откуда можно ввозить лечебную грязь. Это автономная республика Крым и город Славянск. Вот надеемся, что сейчас и Славянска после всей реконструкции пойдет в том числе и лечебная грязь, для грязелечебницы. А по поводу реабилитационного центра, я разговаривал с медицинскими работниками, которые планируются в штат этого хосписа вводиться, то они настаивают на том, чтобы даже такие тяжелые травмы после ранений или же увечий на производстве... Тоже вполне можно. Тоже вполне можно. Это при хороших, квалифицированных медицинских работниках. Период реализации Вашего проекта. И все-таки, точно, Вы предполагаете ли бесплатно принимать людей, нуждающихся в зоне боевых действий, солдаты, бойцы, на кого рассчитаны? Понятно, что какая-то часть будет коммерческая. Значит, по срокам реализации этого проекта, я надеюсь, что... Ну, я более, так скажем, реалистичный человек, то очень бы хотелось к весне 2016 года запуститься, то бишь открыться. Что касаемо оказания медицинских услуг, платные будут они или бесплатные, то, конечно, для начала, для начала, это и просьба инвесторов частично погашать их вложения, то, конечно, будут и платные услуги, но для населения, которое в том числе из ИСХАРа будет приходить и требовать медицинской помощи, эта помощь будет оказываться бесплатной. Сколько вы просчитывали, предположите, сколько в месяц пребывания у человека отходится в его семье? Я скажу так. Я человек практичный и привык сначала просчитывать расходы. И если расходы будут оптимальны, то в любом случае и доходы тоже будут. Вы бы не начинали жить все, не рассчитывая на то, как это будет упасть? Ну, дело в том, что сейчас просчитать, к сожалению, не так легко. Я всегда говорю следующую фразу, давайте запустимся, а там будет видно. Я же говорю, в большинстве случаев люди, которые вкладывают денежные средства, один из них в том числе из зоны АТО, он сказал, что для людей, которые оттуда будут приезжать, мы будем максимально делать все бесплатно. А сколько человек? Это вообще как хоспис или реабилитационный центр? Значит, хоспис планируется 35-40 человек, реабилитационный центр до 60 человек. А на самом деле, я же говорю, люди, которые приехали, посмотрели, они говорят, встретились с местными органами, властями, они сказали следующую фразу. Вы же поймите нас правильно. Если мы сделаем этот реабилитационный центр, мы соответствующим образом будем вкладывать денежные средства и в инфраструктуру города. Почему? Потому что если нет дорог, люди не поедут. Если нет каких-то определенных магазинов, в которых можно будет купить элементарную бытовую химию, это же не будут люди везти из Харькова в Чугуев, в Исхар тот же самый. Это порядка 50 километров от Харькова, но тем не менее. Опять же таки, будет кухня, а с кем работать? Это работа с предпринимателями, которые непосредственно занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции. То бишь, они хотят полностью сделать, так скажем, интересный закрытый цикл. В каком плане? Люди приехали, им подошла продукция, купили и пошел, как говорится, товарооборот. Вот товар, деньги, товар. У меня тогда заключительный вопрос. Презентация Вашего центра когда-то? Есть же проекты, которые знают, то, что было и после? Я надеюсь, я же говорю, перед открытием буквально провести то, что было, покажем обязательно стенд. Ну, я же говорю, даже можно сказать, что это не для слабонервных людей. Почему? Потому что выглядит он не камильфо. Я надеюсь, что несколько лет там кто-то жил. Четыре с половиной года он просто был заброшен полностью. Туда люди сбрасывали мусор. Как положено? Ну, конечно. Я же говорю, то есть... Традиционно. Да. Культура местного населения. Надо все-таки оккультуривать народ. Не только в Харькове, но и, так скажем, в провинциях. Продолжение следует...